Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас самый короткий скринкаст за всю историю скринкастов, в общем мировую причем историю. Но от этого не менее важный, чем остальные, поскольку, как известно, мал золотник да дорог. У вас есть сайт, вы рады этому факту, поскольку просто сделать сайт для небольших НКО это уже событие. Вам кажется, что он должен работать сам по себе, но он не работает. Не работает как должно. Можно обращаться к UX UI дизайнерам, специалистам по юзабилити, но если средств нет, можно попробовать что-то сделать самостоятельно. В помощь вам Теплица разработала приложение для анализа сайтов НКО на предмет удобства и для посетителей. Итак, для начала работы нам нужно зайти по ссылке audit.test.ru и нажать кнопку пройти тест. Далее вы вбиваете адрес вашего сайта и начинаете отвечать на вопросы. Собственно, дальнейшая судьба теста и эффективность работы сайта зависит от искренности ответов и вдумчивой их проработки. После каждого ответа вы получаете определенное количество баллов, краткое описание того, почему именно этот пункт важен и ссылки на ресурсы, где можно почитать об этом подробнее. К сожалению, многие статьи на английском, но есть и на русском. До нажатия на кнопку далее вы можете переголосовать. Но помните, что главное условие эффективного аудита сайта это соответствие ответа реальному положению вещей, а не получение высоких баллов. В связи с тем, что ответы тут в чем-то субъективны, тест этот стоит проходить тому, кто реально отвечает за оформление и структуру сайта. Этот тест это и аудит, и обучающее приложение. После его прохождения у вас может сильно поменяться представление об эффективности сайта. И вам же придется предпринимать какие-то меры по его улучшению. Передать эту информацию кому-то другому, кто принимает решение, очень сложно. Скорее тогда ему придется пройти этот тест. Заканчивается все подсчетом баллов и вынесением приговоров. В моем случае сурового. Но это и хорошо, значит есть к чему стремиться. И главное после вынесения приговора теплица не оставит вас один на один с вашими проблемами. Вы можете получить консультацию специалиста. Если вам кажется, что это не работает, зря вам так кажется. Конечно, если есть деньги на UX, UI дизайнеров, они это сделают лучше. Но за хорошие деньги. А за небольшие или вообще на волонтерских началах это еще неизвестно. Все любите друг друга. Помните, что при хорошем алгоритме даже не специалист может сделать работу очень качественно. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok